Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» в студии Ксения Шереметьева и коротко о главном. Во время мятежа группы «Вагнер» воздушно-космические силы России потеряли 6 вертолетов и 1 самолет. Погибли 25 летчиков и членов экипажа. Обороноспособности страны был нанесен серьезный ущерб. Накануне в Государственной Думе Леонид Слуцкий предложил почтить минутой молчания память погибших воинов, вставших на защиту России во время вооруженного мятежа. Каждый день раздаются звонки от глав иностранных государств президенту России в поддержку проявленной им мудрости, в поддержку проявленной силы в нестандартной и тяжелой ситуации, когда действительно здравым силам, выступающим за победу, плечом к плечу объединившимся вокруг президента, был нанесен предательский удар в спину, когда было совершено действие, поставившее страну на грань гражданской войны. Действительно, мы вынесли и еще будем долго выносить уроки из событий 23-24 июня, и мы еще крепче сплотились вокруг президента. И не только парламентские партии, которые находятся в этом зале. Страна, русский мир и русская цивилизация, о которой столько говорил с этой трибуны Владимир Вольфович Жириновский, сплотились вокруг президента России. И неоднократно хочется вспомнить слова Владимира Вольфовича о Белоруссии, о том, что мы не просто союз Белоруссии и России, союзное государство. Мы вместе были в годы самой кровопролитной войны в истории человечества, Великой Отечественной войны. Мы сейчас вместе, когда на наших западных рубежах стоят немецкие танки и прочее летальное оружие, которое угрожает нашей безопасности. И Александр Георгиевич Лукашенко давайте еще раз все вместе выскажем ему слова благодарности за ту великую, без преувеличения, роль, которую он сыграл в предотвращении этого братоубийственного конфликта. Сейчас я предложил бы, дорогие коллеги, вспомнить тех, кто отдал свои жизни 23 и 24 июня за мир в нашей стране, пилотов военно-космических сил России, бойцов добровольческих подразделений, сотрудников полиции. Давайте почтим их память минутой молчания. Уважаемые коллеги, в этот день на фронте, жертвуя собой, погибали солдаты, не задумываясь. И давайте мы почтим память всех, кто у нас погиб, воюя в рамках специальной военной операции, отстаивая безопасность нашей страны, граждан, они герои. Давайте мы сделаем все, чтобы память о них жила. До свидания. В ЛДПР этот закон назвали триумфом, поскольку депутаты партии на протяжении многих лет добивались ужесточения наказания для коллекторов. В 2016 году была предпринята попытка нормально выстрелить работу коллекторских агентств и коллекторов. Но тогда, выступая с этой трибуны, основатель ЛДПР Жириновский говорил о том, что мы за полный запрет коллекторской деятельности. И тряся вот этими наручниками, он призывал к тому, чтобы жестко принимать меры уголовного наказания и сажать их безбожно в тюрьму за то, что они издеваются над нашими гражданами. К сожалению, Жириновского с нами нет, но дело его живет. Эти наручники, как символ борьбы с коллекторским беспределом, сохраняются. С каждым годом коллекторы наглеют. Тогда, в 2015 году, они позволили себе, как тогда пресса написала, наехать на Жириновского. Что случилось? Вот прислали коллекторы из Брянска вот такое вот уведомление о начале досудебного производства в Архангельскую область. Там ранее телефон стационарный был в штаб-квартире ЛДПР, оформлен на Жириновского. И был маленький долг – 3000 рублей. Вот если почитать это уведомление, то повестка от прокурора выглядит более корректной и более гуманной. Здесь они пишут немедленно заплатить 3000 рублей, если нет, привлечение к административной ответственности, административный арест, розыск и арест счетов, взыскание задолженности по месту работы и так далее. С каждым годом они, находясь в состоянии безнаказанности, наглеют все больше и больше. В конце прошлого года за то, что от фракции ЛДПР был внесен проект закона о запрете коллекторской деятельности и за критику в СМИ, Ассоциация коллекторских агентств на меня подала в суд. Но они настолько безграмотны, что даже исковое заявление без ошибок они составить не могли, и им этот документ вернули обратно. Поэтому мы считаем, что да, данный закон хороший, он наконец-то вводит более действенные меры для наших правоохранителей, чтобы можно было применять меру уголовного наказания вплоть до лишения свободы для коллекторов. Но надо признать, что в России этот эксперимент не удался, это все превратилось в варварство и в бандитизм. Надо запретить коллекторскую деятельность, дать возможность успокоиться им всем, трудоустроиться. И спустя несколько лет, изучив нормальную правоприменительную зарубежную практику, к этому вопросу аккуратно вернуться. Коллекторы – это сегодня гангрена на теле российского общества. И кроме как полный запрет деятельности, по-другому этот вопрос решить быть не может. Мы видим, да и вы все присутствующие видите, какое количество обращений, жалоб в нашем закредитованном обществе. И мы видим, каким образом они работают, заставляя брать новые кредиты, гася старые, продавать последнее имущество, оставаясь без всего. И принимает самые жесткие меры – от физического до психологического давления. Поэтому закон поддерживаем, но и этого считаем недостаточно. Для коллекторов только сейчас одна мера – полный запрет их деятельности. Дорожные знаки и разметка российских трасс нуждаются в обязательной ревизии. С таким заявлением выступил глава Домского комитета по труду социальной политики Ярослав Нилов. Депутат отметил, что зачастую обозначения на дорожном полотне противоречат знакам, и это вводит водителей в заблуждение. У нас порой скоростной режим абсолютно необоснованно занижается. Водители вынуждены ехать прерывисто. То 90 разрешено, то 70, то 50, то опять 90, то 40, то 70. То есть водитель находится в постоянном стрессе. Это недопустимо. Поэтому надо еще раз повторять. Надо провести полную ревизию всех дорожных знаков, всей дорожной разметки, что было соответствие, и незаконное занижение было немедленно исправлено. К сожалению, этим грешат многие регионы, в том числе для того, чтобы эффективно работали камеры, которые привлекают к административной ответственности собственников транспортного средства, пополняя региональные бюджеты. Вот это надо исправлять. Надо думать о водителях. Это большая социальная группа. У нас порядка 40 миллионов граждан, которые имеют право управлять транспортным средством. Иностранные водители такси, маршруток и грузовиков в России спешно начинают готовиться к сдаче экзамена на права. В минувший вторник Государственная дума окончательно утвердила новый порядок. Если иностранный работник захочет устроиться водителем, ему нужно сдать теоретический экзамен не позднее, чем через год после получения вида на жительство. Лидер ЛДП Р. Леонид Слуцкий считает, что по российским дорогам нужно ездить только с российскими правами. Мы поддержим поправки в закон о безопасности дорожного движения. Наша тема десятки и сотни раз мы об этом говорили. В данном случае закон регулирует основания для действия в России иностранных водительских удостоверений. Они обязаны будут получать российские удостоверения. А то, что не соответствует международным стандартам, действовать не будет вовсе. У нас есть и дополняющий законопроект на эту тему. Его суть в том, чтобы вообще запретить работать в транспортной сфере на нашей территории с любыми иностранными удостоверениями. Мы не можем быть уверены, как они их получали у себя в стране, проверялись ли их знания. При этом они составляют огромную долю таксистов. Такси по статистике регулярно пользуются более 20 миллионов, а может быть больше, граждан России. Сегодня в Самарской области страшное ДТП. Шесть человек погибли из-за гражданина Киргизии, который выехал на встречную полосу. Ранее мы сообщали, что в Архангельской области ожидается строительный бум. Там уже определены первые застройщики по программе комплексного развития территорий. В ее рамках планируется сносить в городе деревянные дома и возводить вместо них новостройки. К этому событию, безусловно, рады, но есть и опасения, что в регион хлынут трудовые мигранты. Проблема с мигрантами актуальна больше для больших городов, таких как Москва, Питер. Архангельская область на сегодняшний день не является проблемой миграции и рабочих кадров, именно приезжих. Но все может случиться иначе. У нас огромные стройки на территории Архангельской области. В основном это город Архангельск застраивают новостройки. И, конечно же, на территорию все больше и больше будут приезжать люди из ближнего зарубежья. Мы опасаемся за то, что будет повышение рисков на преступной почве. Они будут отнимать у бабушек образно сумки. Я, конечно, утрирую, но этого имеет место опасаться, потому что в больших городах это всевозможные стычки и на расовой почве, и расовая неприязнь. Потому что они, как правило, получают меньше заработную плату, и они озлоблены на местное население. В Архангельской области на сегодняшний день не нуждается, так скажем, в корректировке на законодательном уровне в этом направлении. Но все может легко измениться. Архангельск расширяется. Расширяется очень сильно в своих границах. И увеличиваются именно стройки по центру города, по окраинам. И мы понимаем, что, возможно, наших рабочих будет не хватать для того, чтобы освоить все темпы строительства, которые взяли на себя те компании-застройщики нашего региона. К этому часу все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube каналах и в Telegram-канале LDPR TV. До свидания.